Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасмуч, и сегодня со мной на скайп-связи политический эксперт и аналитик Михаил Чаплыга. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, шановне парафияны. Сейчас внимание многих приковано к Херсонскому направлению. Пожалуй, с этой темы мы и начнем. По словам Сергея Ахлани, это советник главы Херсонской областной военной администрации. Вооруженные силы Украины смогут освободить Херсонщину к сентябрю. Правда, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что Россию уже третьи сутки перебрасывают на Херсонское направление войска, машины, технику, ПВО. И ситуация там крайне сложная. На ваш взгляд, удастся ли освободить Херсонщину к сентябрю месяцу? Потому что, по сути, это первая такая озвученная украинскими властями конкретная дата по реализации вот этого контрнаступления, о котором так много говорилось ранее. Ну, смотрите, там действительно есть определенный разнобой. То есть, действительно, выходит Хлани говорит, что мы победим уже до начала сентября, и Херсонская область вернется под контроль Киева. При этом Арестович говорит, что начинать наступление мы сможем только где-то в сентябре. То есть, странно, да, казалось бы, мы уже к сентябрю должны захватить, вернуть наши территории и выбить врага. А другой говорит, что, собственно говоря, мы в сентябре только пойдем. И если вы будете внимательно анализировать информационное поле в Украине и вовне, вы обнаружите очень интересные статьи, которые начали появляться в New York Times. Статьи, которые говорят о том, что посвящены они контрнаступлению. Значит, в этих статьях речь идет о том, что для того, чтобы осуществить эффективное контрнаступление, необходимо как минимум в 10 раз больше боеприпасов и вооружений, чем есть на сегодняшний день. Минимум в 10 раз. Мы же понимаем, что в 10 раз обеспечить это за август и даже за сентябрь это практически невозможно. То есть даже исходя из логистики. Странные статьи такие начались. И, мол, нужно серьезно подходить к вопросу, понимать, что будет и так далее. И разнобой, определенный в информационном пространстве в Украине. То есть одни говорят, что нужно прямо сейчас, и мы уже все готовы и освобождаем. А другие говорят, что это все чуть-чуть, мягко говоря, шапкозакидательство. И нужно к этому очень серьезно готовиться. И идти на такой шаг позже. Я вам скажу так. То есть как вижу эту логику я? Вся эта логика, ее нужно смотреть в более широком масштабе. Для меня видится, что есть две партии, глобально две партии. Партия политическая и партия военная. Вы же понимаете, что политические цели одни могут быть. То есть нам необходимо удержать, устоять, не отдать, не пяди и так далее. А военная может быть другая логика. Сохранить армию, может быть где-то отойти на другие рубежи, на более выгодные позиции и так далее. Но с точки зрения политики это же будет зрада, правда? То есть вот две такие позиции я наблюдаю. Не буду их там фамилино перечислять кто куда и как. Но глобально действуют две силы. Сила, я ее называю, одна сила военная, а другая сила политическая. То есть вот они действуют. Причем у каждой из них есть свое, скажем так, свое попечительство. У кого в Британии, у кого в США и так далее. То есть британская позиция, она более прополитическая. То есть поддерживает политическую позицию в Украине. Позиция США больше провоенная. Они поддерживают военную позицию в Украине. При этом военные, они более померково не говорят, что мы будем только тогда, когда готовы. Хотя на передовой бойцы готовы рвутся в бой. Это правда. И там, например, там много помогали там одной роте с нашим колькой. И вот уже после ротации, после всего они будут идти, они рвутся. Ну хотя понимают, что будет очень тяжело. Но тоже готовы. А степени противоречия между этими силами также можно поговорить. Вот. А теперь смотрите. А теперь отходим от картины еще на два шага назад. Вы обратили внимание, что произошло? То есть сначала, где-то по-моему у вас же в эфире, приблизительно месяц назад мы познакомили всех с произведениями Дюма, значит, и с участниками этих произведений, называется Фронда. Слово такое, Фронда. Вот. И все давай гуглить, что ж такое Фронда, Фронда, значит. Ну ударение на все-таки на первом слоге, то есть Фронда. Кто произведений, тот, наверное, не знает. Кто читал, те поняли. Это те, кто против короля Людовика. Значит, это вот против... Многие подумали, что это авторский неологизм Чаплыги. Если честно. Ну, к сожалению, нет. Товарищ Дюма был значительно раньше меня. Вот. Равно как и Коля Маккиавелли тоже был трошки раньше. Вот. Но, тем не менее. Значит, к чему я веду? Вот этот вот термин Фронда, да, это те, кто выступают против Суверена. Да, то есть, ну, абстрагируемся вообще от этих всех понятий, поговорим о чистой теории. Да. Те, кто выступают против Суверена, они объединены чем-то. Да, то есть, их задача политически сместить Суверена и установить свою власть по тем или иным причинам. Могут быть разные причины и разная социальная, общественная, политическая, экономическая легитимация этого всего. И тогда, когда мы вот в вашем же эфире познакомили всех с таким прекрасным словом Фронда, вот, помнится, был мой пост о том, что пришло то время, когда Суверен либо находит своего, в кавычках, Берию и мгновенно вычищает Фронду, либо Фронда вычистит Суверена. То есть, вот, было такое приблизительно где-то, ну, чуть более 10 дней назад. И сразу после этого пошел вал странных вещей. Тут же перестал быть старый глава СБУ. Тут же возникли вопросы, там, по замам и по руководителям по регионам. Тут же не стало руководителя ГПУ. Тут же пошла очистка по регионам и ротации. Потом не стало, а потом вышел Данилов и каким-то странным образом сообщил о том, что скоро разведка расскажет много интересного о тех, кто, ну, значит, в свое время был, но уже не в Украине сейчас, а с предыдущей власти, да? Вы же понимаете, что... Ну, так, перед мной такой громкий анонс Алексея Данилова. И также не будем забывать, вот, относительно все-таки Совета национальной безопасности, конечно же, и отставка Руслана Демченко, первого замыслятора СНБУ. Так это же суть вообще СНБУ. Это же мозг и суть СНБУ. Осталась одна оболочка, да. Так вот, и сняли-то, ну, ушли на повышение или как там, в связи с реорганизацией или там новыми функциями, ну, в общем, неважно, как они там сформулировали. Но Демченко ушел как первый зам сразу после того, как выступил Данилов с подобным заявлением. А я же сразу писал, говорю, ребята, задайте вопрос, кому Данилов адресовал это заявление? Тем, кто уехал и которых здесь нет? Или он адресовал это кому? То есть, вот кто адресат? Или он пытался данными разведки шантажировать кого-то во власти из серии, мол, я знаю или мы знаем, что и как там было и так далее. Вот. А потом происходит, точнее, перед этим, происходит мгновенное, просто несколькими указами, вопросы по гражданству. Причем очень хитро. Скажет им можно только то, что есть у вас на руках, а на руки вам это не дают, потому что это таемно. Круто, да? Ну, в общем, добрый вечер. И, кстати, в этом еще родится еще один казус, потому что некоторые товарищи, которые якобы в том указе фигурируют, эти товарищи народные депутаты. А для того, чтобы лишить народного депутата полномочий, кто должен принять решение? Центральная выборчая комиссия сначала. ЦИК, правильно? Центральная выборчая комиссия. Я извиняюсь. Центральная выборчая комиссия. Значит, а Центральная выборчая комиссия, она же коллегиальный орган, правда? И там же есть представители разные. А для того, чтобы принять решение о лишении мандата на основании указа, они же должны получить этот указ. А вы же потом сможете его истребовать оттуда, правда? Ну, и он будет же на руках. И копии его будут, и у членов ЦВК будут. А раз он будет, значит, может, и ускоржет. Вот теперь для меня возникает вопрос, а лишат ли их полномочий депутатских, понимаете, в чем кажусь-то, да? То есть, гражданство могут лишить, а полномочия оставить. А потому что иначе будет оскорженный указ, понимаете? Ну, то есть, тут много интересных нюансов сейчас будет всплывать, потому что мы уже давно вышли за межи правового поля, и тут политичная дотильность. Но к чему веду? Ну, после всего того, что я вот это описал, слово фронта, о том, что нужно мгновенно, по сути, обезглавить всю эту фронту, иначе она обезглавит суверену, все же очень просто. И вы увидели это все? Увидели. А скажите, пожалуйста, а теперь политически, теперь мы возвращаемся к Херсону. Политически, что нужно делать сейчас? Политически все ждут контрнаступления, о котором так много говорили. Не совершить его сейчас, вы же понимаете, это политическая смерть, правда? То есть, оно должно теперь произойти. Вы слишком много об этом говорили. А если вы его совершите сейчас, а американцы говорят о том, что у вас в 10 раз меньше того, чего нужно для того, чтобы это совершить. Если вы это совершаете сейчас, а военной мощи где-то недостаточно, то что будет с этим контрнаступлением? А кто понесет политическую ответственность за то, что может быть? Вы понимаете, что на этом заканчивается ставка на фронту, да? То есть, фронты, по большому счету, скажем так, это военные. Ну, не военные, не военные, а, скажем так, может быть, больше даже добровольцы, или как бы я так сформулировал. Ну, то есть, не политическая, да? То есть, есть политическая элита и не политическая. Не политическая сегодня это волонтеры и военные, ну, то есть, приблизительно, или люди в форме, скажем так, да? То есть, вот. Вы же понимаете, что если сейчас их политически толкнут к контрнаступлению, а у них не будет достаточно для этого возможностей, а теперь отходим еще дальше от карты, и что мы видим? На сегодняшний день основные бои где идут? На востоке? На востоке. Русские там что-то пытаются, но зубы ломают, правда? Ломают зубы, потому что мы достаточно, ну, серьезно, скажем так, даем им ответ. Люди, по словам Генштаба вооруженных сил Украины, мы их отбрасываем, конечно. Хорошо, давайте так. Чтобы нас не назвали, что мы там чистая пропаганда какая-то, да? Я же мониторю все СМИ. И украинские, и китайские, и американские, и британские, и русские, все СМИ мониторят. У русских тишина. Они ничем не хвалятся по востоку. А раз они не хвалятся, значит, мы можем сделать выводы о том, что да, у нас успешно идет оборона, и они свои зубы там ломают. Причем ломают существенно. Хотя бы исходя из этого. Нет, это не проукраинская пропаганда, это реальность. Но теперь идем дальше. Политически, не военно, а политически, вы принимаете решение контрнаступать сейчас. Скажите, пожалуйста, на юге, то есть восток, мы сконцентрировали силы, и русские там ломают зубы. В этот момент вы начинаете контрнаступление на юге. Что начинается на севере? Вы же понимаете, что там... Практически, натура это веточку, скорее всего. Ну, мы же понимаем, что пешком они до Киева не дойдут. Ну, то есть уже после того первого раза мы совершенно по-другому подготовлены. Вы же это понимаете, да? То есть пешком они не дойдут. Да и машины не доедут. Да и Лукашенко уже приказал егерей вооружить. Ну, потому что они понимают, что к ним в обратном направлении хлынет вода. Но вы понимаете, что если открывается... Ну, то есть если мы открываем, грубо говоря, южный фронт, как контрнаступление, при обороне на восточном открывается северный. Ну, то есть тут же не надо быть какой-то ванга или чем-то еще. Открывается северный. Если открывается северный, что происходит с растяжкой вооруженных сил? На три фронта... То есть сейчас мы на востоке, на одном. Север мы просто, ну, сдерживаем просто, ну, как бы безактивной фазы. Нет, на юге мы готовимся к активной фазе. То есть относительно севера вы считаете, что наступая на юге мы оголяем свои тылы? Нет, наступая на юге, тут же начнется наступление на севере. Русские же начнут это делать руками белорусов. А мы вынуждены будем отвечать, правильно? Правильно. Гасить их, по сути, все эти наступления. Но это означает, что серьезные силы мы должны будем бросить на север, правда? И серьезные силы для наступления на юге, правда? А что же будет на востоке? Ну, вы же понимаете, три фронта. Да? А теперь, а теперь результат этого всего. Результат – политическое поражение тех, кто играл бы в политику, будучи в форме. Понимаете? А теперь возвращаемся к словам фронта. Понимаете, да? А теперь возвращаемся к тому, что Лондон и Британия, они поддерживают политическую часть и говорят, да, а США сделали ставку на военную или на фронту. А теперь что же произошло с… И в чем же этот прикол, да? Что произошло с этими гражданствами и так далее? Это тоже очень важно. Потому что это все звенья одной цепи. То есть вот это вот как бы молниеносное обезглавливание фронта. Политическая задача – пойти в контрнаступление, то есть Южный фронт. Понимание того, что откроется Северный, и нужно будет на трех фронтах уже давать ответку. Понимание того, что очень рискованная ситуация может быть. И понесут, обязательно понесут политические потери тех, кто сегодня о политике не говорил. Военные не говорят о политике. Но завтра же они могут быть в политике, правда? Могут. И говорят, что ставку на них сделали в США. А теперь политически на кого они могут опереться? На тех, у кого есть медиа и так далее. Ахметова уже нет в медиа. Кто остался в медиа? В медиа остался Коломойский. Коломойский остался в медиа. Пинчук все, он вышел. Он вообще сказал, что это не моя война, и он уже ушел. То есть он практически все выставил на продажу и отдал. Остался Коломойский. А Коломойский что делал в Украине? А Коломойский в Украине прятался. Вы же это прекрасно понимаете, да? Потому что любая другая страна его бы выдала по запросу США. Но, согласно Конституции Украины, Украина не выдает граждан Украины. Точка. Так написано. Поэтому, если вы гражданин Украины, вы можете не бояться, что вы дадут по запросу. Украина не выдает своих граждан. Поэтому в Украине вы более защищены, чем Швейцария, Израиль или где-либо еще. Понимаете? Поэтому вы находитесь здесь. Ну, то есть у многих. Но если вас лишить гражданства, ведь вас можно выдать по любому запросу США? Можно. И нужно. Понимаете? А, но выдать или не выдать, это чье решение? А есть у нас вообще генеральный прокурор, который мог бы это подписать? Нету. Вы понимаете теперь, в чем суть вообще генерального прокурора? Подписать САП может только генеральный прокурор. И подписать экстрадицию, ну или выдачу, может только генеральный прокурор. И вы же понимаете, насколько важна теперь фамилия этого генерального прокурора. Или важно его отсутствие. То есть вечный ВО, который никогда не сможет этого сделать. Понимаете? А теперь подвешен кто-то, да? А у меня возникает подозрение. А этот кто-то не пытался торговаться с определенными элитами в США по поводу того, чтобы его не требовали выдать, а взамен бы он сыграл для политических определенных элит в США против действующей политической элиты в Украине на стороне фронта? Но тут хитро-запроченный сюжет, Михаил. А-а-а! То есть гражданство Коломойского-Корбанова. Чем оно может обернуться? А, я у нас... А Рабиновича надо не забывать, кстати. Ой, слушайте, Рабинович тут вообще покасательный. Равно как этот депутат местный, или как он там, какой-то депутат от «Зеленых» по ходу пьесы. Я вообще впервые о нем узнал. Знаете, куча открытий делаю, да? Пропиарился. Пропиарился, да. Тема лишнего. Я сомневаюсь, что даже кто-нибудь во власти мог бы перечислить пофамильно всех депутатов от слух. Я очень сомневаюсь. Столько открытий будет, каждый божий день можно открыть себе какого-нибудь нового депутата там. Понимаете? О котором вы даже не догадывались. Вот. К чему веду? Еще раз говорю. Для того, чтобы понять, что происходит, вы должны отойти от этой картины и увидеть, что все эти разрозненные разные мазки на вот этой картине – это все единое целое. Это не есть разные, там, желтенький, синенький, фиолетовенький, красный и так далее. Это все одно и то же. Элиты политические в Британии сделали ставку на политическую элиту, действующую сейчас. Определенные элиты в США сделали политическую ставку на будущие политические элиты в Украине, которые бы базировались на людях формы. С точки зрения действующей политической власти, те, кто претендует на будущую политическую власть, называются фронда. И фронда это понимает. Но можем с вами сказать, что будущую политическую элиту персонализировать? Не хочу. Не хочу, ибо в стране действует уголовный кодекс и многое другое. Зачем оно мне надо? Мое дело вам теоретически рассказать, как это происходит. Итого, имеем действующую политическую элиту и будущую возможную политическую элиту. Имеем ставки Лондон на действующую, определенные круги в США на будущую. Вы же понимаете, что однозначно будет противостояние. Будущая политическая элита себя не обозначила как политическая. Пока что, а не только волонтерская и в форме. Но мы же понимаем, что будет завтра. И с точки зрения далее действий, так сложилось информационное поле, что необходимо сегодня принимать политическое решение по поводу освобождения Юга. Ну, и вы же понимаете, что будет дальше. То есть все, я вам всю картину разложил. И теперь вам просто понятно из-за этих ставок, кто с кем пытался договариваться против кого, по кому ударили и кто теперь подвешен. Как это все вычистили. И что будет дальше. И по фронтам, и по результатам. Имеем такую картину. Вот это противостояние Лондона и Вашингтона. Чем оно может обернуться для нас. И вот вы так много делали определенных отсылок к зарубежным изданиям, прессе. Что, например, пишет New York Times о будущем контрнаступлении Украины на херсонском направлении. Оно потребует огромных ресурсов. И может привести к тяжелым потерям, пишут аналитики New York Times. Издание сообщает, что украинские войска готовятся к одному из самых амбициозных и значительных действий войны. Взять у их херсон. Ну, в этой же статье, да. Ну, то есть, мы же все читаем. То есть, New York Times, я надеюсь, это не рука Китая, Кремля или кого-то еще. Хотя, всякое может быть, конечно. Давайте этот момент не упускать. Но, а если приведет к тяжелым потерям? Политически. Как это отразится на тех, кто завтра хотел бы видеть себя в политике? Вы же понимаете, что это будут тяжелые политические потери? Понимаете? А если будут тяжелые политические потери, политики, которые видят себя в будущем, не с этой политической элитой, а с будущей, и впереди которых стояли бы люди в форме, которые понесли потери, эти люди подняли бы фронду, сказав, что мы кинули наши войска раньше, чем нужно было это делать, и это политическая ошибка. Вы понимаете, что подняли бы? А если их обезглавить, они смогут это поднять? Нет, не смогут. А если они не смогут поднять, и ход будет сделан сейчас, то действующие политические элиты от этого выиграют, а будущие могут проиграть. Вы же это тоже понимаете? Понимаете? За всем этим стоит политика. Всегда за всем стоит политика. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, верю ли я в успех контрнаступления, да, верю, потому что я должен во что-то верить, и единственное, во что я верю, на самом деле, не в политику, я верю в вооруженные силы, я верю в тех людей, которые себя поставили на карту, чтобы сражаться и побеждать, вот в них верю. И верю в волонтеров, которые помогают нашей армии. Во все остальное не верю. Но понимаю ли я, точно так же, как авторы New York Times, понимаю ли я, что могут быть тяжелые потери? Понимаю. Понимаю ли я, что это приведет к тяжелым политическим потерям тех, кто хотел бы стоять завтра у руля страны на авторитете тех, кто победил бы в Херсоне? Понимаю. А означает ли, что за этим всем стоит политическая борьба? Да. И понимаю ли я, что разные центры поставили на разных? Да. И вся эта история со Спарц теперь для вас играет новыми красками? Играет. Теперь вы понимаете, что было? Кто с кем за спиной пытался договариваться, по кому ударить, зачем и почему? И при чем здесь контрнаступление? И почему такие разные звучат оценки? И почему такие разные звучат заявления? Ага. Интересно. Все же, вот ваш прогноз, кто возьмет ВИА? Капитолийский холм или Лондонский таур? Вы знаете, честно говоря, больше верю в Лондон. Потому что Капитолий, это по большому... Что такое США? Это страна лоббистов. Что такое две партии в США? Это две лоббинговые площадки древние. То есть, если вы зайдете в офис этих партий, на полу, бетонном или каменном, или какой там пол, вы увидите два логотипа двух лоббистских площадок. Одна лоббистская площадка торгашей, другая лоббистская площадка производителей, ну, производственников. Торгаши против производственников. Вот и все. А если это чистый лоббизм, то тогда, кто первый встал, того и тапки, понимаете? Вот. Кто первый зашел, того и мнение. Кто больше зашел, тот и победил. А в Лондоне там играют старые элиты. И там играют старые спецслужбы. И внутренние, и внешние. Вот в них я верю больше. Так что, как-то так. Михаил, вот предположим, обсудим разные сценарии. Наши вооруженные силы Украины деоккупируют там Херсон, Херсонскую область, Сыни-Жовти, Пропоры, Майорять. Это один сценарий, о котором следует говорить. Второй сценарий, ну, не получилось. Ну, вы понимаете, что это смерть франды политическая? Понимаете? А они это оценивают так? Они же тоже не глупые, правда? Они же тоже все понимают. Ну, вот, ну, что же вы хотите от меня услышать? Все же, как бы, как божий день понятно. Вот, то есть, и глобально, и так далее. Вот. Но, в этом всем возникает вопрос. Так что делать? С точки зрения простых граждан, с точки зрения Украины, с точки зрения нашей политики. Мы же понимаем, что США дали заднюю в определенных моментах. И перестали говорить о том, что они нам дадут какие-то там дальнобойные ракеты и так далее. Мы же понимаем, что для того, чтобы перевернуть доску, мы должны совершить стресс. Мы же понимаем, что для того, чтобы не было глобального сговорняка за спиной Украины, а мы видим, что вот эти все вещи, они имеют место быть, и мы это видим и по истамбульской сделке и так далее. Мы же все это видим, понимаете? Для того, чтобы этого не допустить, и Украина была серьезным игроком, нам нужно что сказать? Вы, то есть, Запад готовится к войне с Россией, опуская железный занавес и наполняя собственную цитадель ресурсами, деньгами, армией, вооружением и так далее. А мы что? А мы, оказывается, вне цитадели и должны просто отвлекать Россию, пока они там себе готовятся? Не, пацаны, так не будет. Поэтому мы должны перевернуть табуретку, понимая, что вот этот есть глобальное, значит, противостояние России и Запада, оно неизбежно. Этот железный занавес, он опускается, это понятно. Только мы почему-то пока что вне этого занавеса. Так мы понимаем, что что, с двух сторон клещи получаются? Тогда, пацаны, начинайте войну прямо сейчас. А как это сделать? То есть, нам нужно, чтобы Запад выступил прямо на нашей стороне. А для этого необходимо что? Чтобы Россия совершила ничто, ничто, что заставило бы Запад немедленно вступить в войну на нашей стороне, а не сидеть и ждать, как китайцы. Это ничто, это что? А это нанесение, то, о чем мы говорили, это нанесение ударов по критической военной инфраструктуре врага на нашей конституционной территории. Речь идет о, вы правильно угадали, речь идет про инфраструктуру автономной республики Крым. Военную инфраструктуру врага на территории нашего Крыма. Это же легитимная цель для нас, правда? Легитимная. Ну, а если мы наносим по нему удары, что должна сделать Россия? Она должна активировать что? Свою карьеру национальной безопасности, правильно? Ну и дальше, либо медведь, который грозит дубинкой, оказывается у него дубинка просто надувная, и все над ним будут потешаться, либо он использует ее. Если он использует, Запад обязан будет вступить на стороне Украины, прямо сейчас. Других вариантов я не вижу. Но сейчас, вот то, что я называю мегазрадой, причем не внутренней, а мегазрадой внешней, на Западе же тоже это понимают. И вы видите, как резко сменилась риторика, и все понимают, что мы можем это сделать, и для Украины это было бы правильно и выгодно. И опа, все включили заднюю. Ой-ой-ой, не-не-не, только нет, 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 по ложечке, по ложечке дадим вам по чуть-чуть. Ага, все, что ты фраер сдал назад, все поняли, потому что Запад не хочет этого делать. А нам нужно, потому что иначе, мы же понимаем, что происходит. Ёжик сильный, да, но легкий. Поэтому нам нужно четко понимать, что Запад будет воевать на нашей стороне напрямую сейчас. И нам этого нужно добиться. А они включили заднюю. Вот это я называю мегакидалово, товарищи, очень нехорошие. По ложечке, по ложечке. Не надо по ложечке. Давайте по кастрюльке. Вот так было бы хорошо. Давайте нормальные ПВО, давайте нормальные ракеты, которые позволят не отбиваться на расстоянии 80 километров. Мы и так чудеса творим с этим всем. А дайте нам что-то, что позволило бы стратегически изменить ход. Что-то, что стратегически изменит ход. Но происходят какие-то дивные вещи. Ну, даже в отношении тех же Хаймарсов, Резников говорил о том, что для эффективного сдерживания противника нам надо 50 Хаймарсов. Приезжает к нам Адам Смит, который возглавляет комитет по обороне Палаты представителей США, говорит, Ну, 25-30 вместе с союзниками мы сможем предоставить. И вообще нет уверенности, что у нас вообще есть такое количество, которое вы запрашиваете. Ну, понимаете, все у них есть на самом деле. Вопрос, опять же, вопрос геостратегический, геополитический. Вот в чем суть, понимаете. Есть силы, которые хотят ценой Украины закрыть весь этот гештальт и продолжить пировать в этом наземном шарике. Все же это понятно. Точно так же, как по той сделке зерновод. Все же было понятно. Вопрос не в украинском зерне. Украинское зерно – это мизер-мизерный по сравнению с глобальным зерновым рынком. А кто же ключевой игрок там? Россия. А они могли свое продовольствие гонять по глобальному рынку? Не могли. Ну, не было вроде формально санкций. Но суда не страховали. А если страховали, то по космическим ценам. Банковские операции не проводили с этим связанные. Правда? Ну, то есть были определенные ограничения. Самолетики. Помните, 800 самолетиков у лизингодателей отжали? И сказали, что чинить же их не будут, да? А, я вас расстрою. Уже чинят. Уже издали. Уже чинят. То есть, под предлогом вот этого мизера-мизерного с Украины разрешили выйти России на глобальный рынок торговли продовольствием и удобрениями. И будет украинское там зерно? Не будет украинского зерна. А уже открыли полностью этот канал. Скажите, это кто договаривался с кем и о чем? В глобальном масштабе. Это зрада-зрадонька. Да какая зрада? Нет, зато весь мир будет сытым. Че уж тут. Ну, вы же понимаете, что если, говорят, вам разрешают чайную ложку вывезти там из горящего дома. А взамен что? А взамен тот, кто вам подпалил дом, вывезет бочку. Почему? Потому что на глобальном рынке нужна бочка. Отлично. Вот и ударили по рукам. Ну, так теперь вывезем мы эту ложку или не вывезем, всем, извините, насрать. Ударили по рукам, а на следующий день уже прилетело. Да потому что всем насрать на эту ложку, вывезем мы ее или нет. Потому что речь-то о бочке шла, поняли? А бочка теперь может кататься. Вместе с удобрениями. Еще и самолетики чинить может. Что ж тут неясного? Ну, кто-то. Это что, мы так это все решали? Или это глобальные игроки? А вы понимаете, что в глобальном масштабе без США этого не могло быть? Не могло. И без Британии. Не могло. Ну? Ну, спрашиваю я. Вы же понимаете, что есть глобальные партии, которые это все тоже делают и играют? И вы же понимаете, что нам, для того, чтобы сломать всю эту игру, нам необходимо эту табуретку перевернуть этим стрессом? А вы же понимаете, что там тоже это просчитывают? И понимают, что не-не-не-не-не. Запад, не-не-не, нам нужен годик, чтобы подготовиться. Сейчас мы на это не готовы идти. Ага. А вот теперь, внимание, вопрос. А если мы это сделаем? А все-таки, наверное, есть чем. Русские же тут же поднимут войу из серии «Это США». А США скажут, что вообще первый этот раз слышу ни сном ни духом. А русские же начнут орать в ответ, что вы видите, вы там поставляли оружие. Видите, они тут не подконтрольны вообще никому. Вы видите, какой хайдер? А кто из Лондонского Таура пальчиком покажет? Ну, вы понимаете, какие вещи могут происходить? Но еще раз вам скажу. Моя позиция очень простая. Я-то прекрасно понимаю, что зима близко. Это, кстати, не мои слова, это сказал глава МИЖ-6, если не ошибаюсь, да? Буквально на днях. Глава МИЖ-6 вышел и сказал, не хочу быть похожим на героя известного фильма или сериала, но я вам скажу зима близко. Ну, мы же понимаем смысл слов «зима близко» и для Украины, и для Европы. А мы же понимаем смысл слов «зима близко» в контексте того, что, по сути, у нас уже два технических дефолта. Мы же это понимаем, и что будет дальше. И многие вещи мы понимаем. Если мы не переворачиваем эту табуретку в августе, друзья мои, ну-ка, расскажите мне, что и как. Да, и вспомним те прогнозы, которые делали, и тут же Кирилл Буданов, что вот в августе может состояться вот этот стратегический перелом. Вот август уже на носу. Ну вот, а теперь заходим не в качестве рекламы, но на сайты продаж разных вещей, и видим во сколько раз выросла продажа электрообогревателей, да, и как они в цене выросли, да. А вы знаете, в меня это вселяет оптимизм, потому что у нас же люди оптимисты. Ну, они же не знают, что для того, чтобы этот обогреватель в квартире работал, у него есть такое понятие киловатты, да, и для того, чтобы он работал, в доме должны быть провода, да, какие-то. И по этим проводам что-то должно бегать, типа электричество, и желательно, чтобы провода не горели, правда. А для этого есть что? Святые пробки, да, святая пробка. А у святой пробки, на всякую святую пробку найдется анти, как это, антижучок. И вот и будут наши со свечкой бегать и искать этих подлых жучков, вредящих нашей святой пробке. Но люди оптимисты покупают эти обогреватели и так далее. Вы же понимаете, что под зиму-то по большому счету будет. Да, люди частенько выбивают. Ну вот, а соответственно, многие вещи должны произойти именно в августе. И вот именно на августе это сходится. Но, возвращаясь к нашей первой части, теперь вы знаете расклад, что и как. Не совершить это в августе. Политически потерпеть поражение. Совершить это в августе потерпит политическое поражение другая сторона. Разные ставки. Вот. То есть, вы же... А теперь по поводу того, что заявление, что пойдут белорусы. Ну вы же понимаете, когда они пойдут. Как только мы пойдем на юге, они пойдут на севере. Все же ясно. А что же произойдет на востоке? Ну вот, а теперь все это пытаемся сложить в кучу. Весь этот пазлик. И может быть мы его неправильно складываем. Но плюс-минус общую тенденцию выполним. Ну какую-то определенную картину мы уже попробовали изобразить. Да. Михаил, вот относительно Крыма, да, многократно мы с вами говорили о факторе Крымского полуострова в этой войне. И то, что вы озвучили, давайте еще обсудим то, что опубликовал Алексей Данилов, секретарь СНБО. Крайне интересный калаш был размещен в его твиттере. На нем изображен огромный орел, наверняка символизирующий Соединенные Штаты Америки ракеты «Хаймерс», в частности, которые уносят вдаль в своих мощных лапах кусок Крымского моста. Это намек? Вы знаете, хотелось бы, чтобы это был намек. Чтобы это был просто не степ какой-то, а именно намек. Очень бы хотелось, чтобы этот намек был подтвержден. Потому что я, ну, наверное, не то чтобы единственный, но, по крайней мере, первым начал громко об этом говорить, как единственный вариант перевернуть эту табуретку, на которой мы стоим, и шею нам подвесили русские, накинули петлю, а табуретку нам подставил Запад. Да и ноги у нее расползаются, понимаете? Так вот, чтобы это все перевернуть и вырваться из этого замкнутого круга, нам необходимо совершить стресс. Перевернуть эту табуретку и нанести удары по оккупантам на нашей территории. Вот о чем я говорю. И я буду очень рад, если стальных яиц у нашей власти хватит это сделать. Потому что тогда, тогда начнется прямое противостояние Запада на нашей стороне с Россией. Тогда мы сможем победить быстро и ясно. Вот тогда да. Но Запад же не хочет воевать прямо сейчас. Они хотят просто по ложечке, по ложечке мы будем помогать. А по ложечке, по ложечке оно, мы же понимаем, это в песок уходит. По ложечке, по ложечке. Давайте кастрюльку. Вот. Тогда будем, тогда будем о чем-то говорить. И, собственно говоря, то, о чем вы говорите, я думаю, что есть люди в Украине и в военных властях, и в цивильных властях политических, которые понимают всю эту логику, о которой мы с вами сегодня говорили. И понимают, что во имя Украины нужно не умирать, а побеждать и жить. Это первое. И второе, что, ну, тезис, с которого русские, кстати, начали. Помните, когда они напали на Украину, что они сказали? Что зачем нам ваша Европа, если в ней нет России? Так вот, мы должны ответить нашим тезисам. А зачем нам вообще весь мир? Ваши противостояния многополярные, биполярные, однополярные, если в этом мире нет Украины? Это мир, если в этом мире нет места для России. Ну, хорошо. Если в этом мире нет места для Украины, то что? На хрен он мне? Так в таком случае, да, давайте. Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они ввели страну на заклание, вот эти пинг-понгами своим и своей войной. Я рад за ваши войны. Я хочу, чтобы на моей земле не было врага и не было войны. Вот наша цель. И, соответственно, мы все, все наши действия должны быть подчинены именно этому. И если нет решения линейного, то есть поступательного, нужно совершать что? Квантовый скачок. Нужно совершить квантовый скачок. Перевернуть эту табуретку. Резко. И все. И дальше вступают в игру совершенно другие силы. Тогда у нас есть шанс. Это очень рискованно. Да. Ну, что делать? Риск дело благородное, а другого шанса у нас попросту может и не быть. Абсолютно правильно. Согласен. Ну что же, Михаил, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот эфир. Политический эксперт и аналитик Михаил Чаплыга был сегодня вместе с нами на Политек. А также благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание. Берегите себя. Все будет Украина. До новых встреч. До свидания.